Безоговорочная победа за партией власти. Почему? Говорят, сделали выводы после прошлой кампании 21-го года и сплоченно работали. В том числе это консолидация общества вокруг президента и правящей партии. Рейтинги партии, как и в стране, подросли. И это в том числе нам тоже помогло в достижении итогового результата. Оппозиция признает, поставленные цели не всеми достигнуты и называет причины. Мы ожидали явку чуть выше. Говорить мы об этом будем, потому что, простите меня, из 500, почти 20 избирателей мы видим сегодня на участках 70. Ну и, наверное, дальше уже и не добавить, и не убрать. Не смогли мы убедить избирателей, наверное, поверить в то, что, в принципе, выборы местного значения на многое влияют и нужно прийти на избирательные участки. Избирателю становится менее интересна выборная история, сам выборный процесс, гораздо меньше доверия, в принципе, к институту выборов. Низкую явку признают и политологи, хотя, говорят, ожидали большего. А многих кандидатов люди просто не знали. Какие уж тут интриги. Для них эта кампания где-то фоном прошла, ритуал. И поэтому в этом плане и результаты показывают чисто мобилизационную возможность, там кандидаты и партнеры, ничего больше. Очередная кампания не за горами. Губернаторские выборы. Пока и они интриги не предвещают. Хотя варианты внести изюминку есть. Я не представляю, какой погром будет в этой Бакалеи, если ввести пункт против всех и обязательный порог явки. Вот тогда наши, в том числе и финансово заряженные кандидаты, будут бегать, как ошпаренные. Мобилизовывая технологов, мобилизовывая население. Я не знаю, устраивать хороводы, пляски, сжигание там, я не знаю, чучел образа врага. Смотрите, что мы можем сделать. И о чем фракция «Россия за правду» однозначно с учетом этих выборов будет договариваться со своими коллегами по позиции. Раз, это снижение муниципального фильтра. У нас он 7%, плюс 10% это районы города. До 5% мы можем снизить. Второе, введение самоводвижения. Выдвигаем кандидата, единого кандидата от позиции поддерживаем. А готовы ли оппозиции объединяться? В ходе дискуссии оказалось, что не очень. Мы знаем, что прекрасно, если нам получится собрать муниципальный фильтр, то сразу же и СР, и ЛДПР, и всем остальным помогут с муниципальным фильтром «Единая Россия». И будет, в принципе, повторение избирательной кампании, наверное, сегодняшней. А надо помочь? Это запрос. Это уже голос победивших на нынешних выборах. Денис Голобородько уточнил, что вопрос снижения муниципального фильтра не рассматривается. Для нашего края 7% вполне оправданная цифра. И тут же добавляет, а хочет ли оппозиция той самой победы на предстоящих выборах? Готовы ли они возглавить регион? Не то, чтобы коллег хотел бы обидеться. У них многие профессионалы и с большим опытом, и политическим, и административным. Но не знаю, есть ли сегодня такие коллеги, и готовы ли они, и надо ли им оно. Самый главный вопрос. Так что будет ли интрига на губернаторских выборах, вопрос пока остается открытым. Как говорится, время покажет. Но в одиночку оппозиционным партиям пройти муниципальный фильтр для выдвижения кандидатов на пост главы региона будет очень непросто. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.